Димас! Димас, ты здесь? О, я тебя искал, ты чё не отзываешься? Сокровище! Пещера-сокровищ! Димас? О, Илья, ты что тут делаешь? Ты чё, всё это время тут сидел? Ты помнишь, где мы находимся? А где мы находимся? Меня до сих пор не отпускает проклятие острова чудес. Мои подписчики не набрали 200 тысяч лайков, и теперь я не знаю, что со мной. Ты помнишь, что ты сейчас в пещере? В пещере? Последнее, что я помню, это был турецкий клан и ящики. Много ящиков. Кажется, я помню. Я помню эту пещеру-сокровищ. Илья, я начинаю вспоминать! Димас, ну ты что там застрял? Поднимайся! Илья, ты куда поехал? Ты должен мне многое объяснить. Я тебя жду. Пока ты там сидел, здесь столько всего произошло. Я даже не знаю, с чего начать тебе рассказывать. Да в целом, ты и сам сейчас всё узнаешь. Честно говоря, ты меня пугаешь. Ты сегодня какой-то максимальный странный. Куда ты меня ведёшь? Хм... Димас, ты тоже это видишь? Пещера-сокровищ. Уважаемые зрители, помогите Димасу хотя бы на этом видосе собрать 200 тысяч лайков. А то он задолбал всё забывать. И тогда мы подготовим ещё один эпичный видос на два часа. Прислушайтесь, Килюхи. Он говорит дело. А ещё, я хотел бы вам рассказать о своём мерче. Вы посмотрите на эту пушку. Ссылочку на сайт, где можно это всё приобрести, я оставлю в описании. А вся эта долгая история началась давным-давно. Я появился на пляже и отправился к центру карты. Ну а по пути я добывал абсолютно все ресурсы, которые мне могли помочь в выживании. Та-ра-та. Вкусный сладкий ящик. Бочки не видать. Зачем мне бочки, можете меня спросить? А именно с них можно было добыть первую ткань и стать самым опасным на сервере. Ведь после вайпа, лук – это лучшее оружие по добыче фармил. И вот потихоньку я выдвигаюсь к центру карты. Как вдруг встречаю бомжика, которого я пытаюсь убить, но он меня переигрывает. И в этот же миг я вижу слишком знакомое для меня лицо. Ха-ха-ха-ха! Брат! Брат! Чё это? Это постанова? Брат, у тебя микрофон какой-то очень плохой. Ты как будто с вебки говоришь, держи. Слушай, а давай в зелёнку? Нифига себе, вот это встреча. Пойдём? Держи, брат. Возьми, возьми, возьми. Кто-то из вас может подумать, что это постанова, но нет, мы с ним действительно встретились случайным образом. Это был очень хороший знак. Тем же временем мы с ним скооперировались, чтобы добежать до пункта назначения. А бежать нам нужно было очень далеко. Фига себе ты скилловый лучник просто. Уничтожил. Я четыре часа разминался. По пути мы формим различные ресурсы. И встречаем типов, которые стабильно на нас нападали. Чёл, чёл с луком. Хе-хе-хе-хе-хе. Одного убил. Убил нафиг. Харпрош. Постепенно ресурсы в нашем инвентаре прибавлялись. Но сейчас главным было не это. Нам нужно было быстрее занять пещеру. Поэтому мы принимаем самое главное решение. Садимся на поезд и отправляемся в долгий путь. Чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Так, ну я 100% попробую пещеру занять. Чё, тут сходим? Да. Мне надо быстро-быстро прямо добежать до пещеры. Пока не поздно. Мы ни разу не задерживались. Не умирали. И представьте, каково было моим удивлением, когда я подбегаю к пещере, а она была уже занята. Пещерка. Тот чел. Боже. он умер нифига он что занял пещеру уже? вероятно этот жулик занял мою пещеру? он застроил пещеру но у меня есть идея вообще что с ней можно сделать я уверен что он не додумается блин нифига себе он шустрый этот чел можно дождаться когда он ведро поднимет и убить его но перед тем как задействовать мой план нам нужно было отстроить небольшие кибитки и в этом вайпе мы планировали с Илюхой жить отдельно чтобы в случае чего нам было проще дефаться ой надо спальничек тут поставить по любасу и у меня есть план что я могу сделать погнали я сразу лутать космо надо изучить зажигательные стрелы да у меня была секретная тактика как можно было запрыгнуть в пещеру и не умереть но для этого нам нужен был скраб 300 скраба по идее может быть мне уже хватит хотя не маловероятно бэмс так огненная стрела ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Пролетает самолет, который скидывает аэрдроп. Терять нам было нечего, поэтому мы прямиком отправляемся туда. Ощущение такое, будто бы здесь никого нет, и мы первые. Нет, я не хочу в это верить. Точно ослабляет. Если там будет пушка, у меня есть фонарик. Ой-ой-ой. Забирай. Забрал? Забирай остатки. Хорош, слушай, так нам с 2 СМГшки. Еще и 150 скрапа. И, естественно, мы были не единственными умниками, которые прибежали на него. За нами началась полнейшая охота. Ты его видишь? Ох ты, их много. Не, уходим, 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 бро. Добей, это ошибка, это ошибка, это ошибка, уходим. Уходим, это ошибка. Их там слишком много. Но сейчас на нас еще больше позарится. Голодные бомжи идут за нами. Тут строятся. Я закину. Хорош. Мужик, уходим. Уходим, 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 уходим. А! Беги! Гранату дал. Еще гранату дал. Уходи. Мне кажется, я умру. Я взорвал кого-то, я взорвал! Бежим! У нас дом уже недалеко. Относительно. Все, они бегут за нами, но они нас потеряли. И таким чудесным образом нам удалось свалить от целого клана, который нас преследовал в 5 человек. Так у нас появилось первое оружие. Все, я дома. Ммм. Так я и патроны сейчас изучу, и пушки изучу. У меня все изучено, и рябик изучен. Наконец-то я изучил зажигательные стрелы. И сейчас я хотел проверить мою теорию. Работать это должно примерно так. Я стреляю с зажигательной стрелой, и с помощью ее огня постепенно спускаюсь вниз. Но, как вы видите, работало это не всегда. Зато в этот момент я узнал, сколько игроков живут в пещере. Третьи паттерн. Там живет три типа? Да. Не хочешь подсидеть внутри? Hello? Они поднимаются. Я только к пещере подхожу. Нет, не поднимаются, он просто ведро поднял. Помогай. Одного убил. Убил второго. Убил. Прыгаем вниз. Вниз, 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 вниз. Ведро, быстрее. Ты меня убил. Ты сдох. Я тоже сдох как-то. Я думал, что на острове происходили чудеса. Но в этой пещере чудес было явно не меньше. И в этот момент у нас начинается жесткое противостояние с пещерными жителями. Они явно не просто так поднимались на лифте. Тогда я, понимая, что они собираются фармить, встаю на спальнике, беру СМГшку и пытаюсь их поймать. Я его хитанул. Один минус. Второй минус. Хорошо. Это он ничего что ли не было? Так, я СМГ домой понес. Патронов ноль. И, конечно же, я начинаю учиться ловить тот самый нужный тайминг. В основном это заканчивалось примерно так. Я умер. А иногда они и сами поднимали нам ведро. Я убил его. Я вниз поехал. Но вы думаете, что на нем было легко спуститься? Я вас огорчу. Оно постоянно нас убивало. Илья! Я снова умер от лифта! Да уж, по ощущениям, эта пещера была просто проклята. Ну и, конечно же, жители пещеры немного в себя поверили. И начали сидеть с пайпами у нас под домом. Хорошо, что у меня было несколько спальников. И я смог закрыть одного из них. И тут ко мне на помощь приходит Илюха. Сейчас закантрим. Вначале. Он там с пайпом стоит? Угу. Я сейчас открою дверь. И он прям тут стоит. Давай. Он дед. Я тоже. Уже сейчас я понимал, что с такими соседями нам будет очень весело. И что с ними нам нужно было, очевидно, что-то делать. В очередной раз я ловлю их на поднятом ведре, спускаюсь туда и снова умираю от ведра. Прыгай! Не прыгай. Я не знаю, что делать, чувак. В этот же момент они начинают над нами издеваться. Я не знаю, каким образом они поднимаются, если ведро постоянно меня убивало. И сейчас там... Уже сейчас у меня настолько припекало, что я очень сильно хотел от них избавиться. И тогда мы с Илюхой придумываем гениальный спуск. Короче, прописываю FPS-лимит 3. Сейчас будем спускаться проверенным методом. Что, ты готов? Да. Ну, троечку попробуем, но я не утверждаю, что нормально будет. Там... Давай раз, два... Я прыгаю. Нормас. Нормас, нормас, нормас. Одного убил. Хорош. Я лежу. Может, домой за пайпом лучше? Не, я домой не пойду за пайпом. Я слышал, что у них не очень много дверей. Илюха келяется, чтобы появиться дома и взять СМГ-шку. И тогда у нас был бы шанс их дипнуть. Он подбегает к пещере, я поднимаю ему ведро. И как вы думаете, что произойдет дальше? Прям садишься и не двигайся, потому что ты умрешь. Ты в ботинку? Ну все, я сейчас спускаюсь, по идее. Я умер, я не двигался. О, доставщик Илья в деле. Беги сюда снова. Как тебе игра? Где удалить можно? И вы просто послушаете, как Илюхе нравилось кататься на этом ведре. Да я опять сдох! Я больше никогда не буду кататься на этом лифте. И я не знаю, что мы делали не так и где мы согрешили, но эта пещера была на стороне этих ребят. Но мы не из тех, кто сдается. Именно в этот момент мы получаем важную информацию. У них было всего две двери. Мы понимали, что у этих ребят ресурсов просто нет. Они не могут застроиться. Тогда я оставляю Илюху на лифте, а сам иду фармить фермеров, которые фармят скраб. Изи бур. Хорош. О, пошло дело, пошло. Пошло. Тут главное... Баланс. Баланс! Поймась! У меня вот баланс тоже. Чувак! Он тут сидел? Да. Я тебя поднял? Хюбли! Он его убил. Да я вижу, скатился. А что делать? На пайп делать. А, ну да, с 5 хп. Ноль патрона, а вот. Заресался. Он один остался, видимо. Его друзья фармят. Мы ждали его около 10 минут. Но он выходить не собирался. В теории ты можешь, конечно, сгонять наверх. Да, да. Чувак! О чем мне делать? Меня убила ведерко. Страшнее ведерко в этой игре ничего нет, мне кажется. Я не знаю, как бы мы тут... Вот если бы мы заняли эту пещеру, я бы из нее вообще выйти не смог бы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, это забавно. Это не смешно. Это грустно, очень грустно. План был у нас абсолютно прост. Мы контрили их до изнеможения. Нам нельзя было выпустить пещерных жителей на поверхность, потому что если они выйдут и наформят ресурсы, зарейдить мы их точно не сможем. Пещеры застраиваются на огромное количество ракет. Действовать нужно было быстро. Че, как там у тебя наверху? Отлично, птички поют. Слушай, рад за тебя. Свежий воздух. Я вижу, я чувствую такое ведро рядом со мной, и оно так и говорит, сядь на меня, сядь на меня. Постепенно Илюха сходил с ума и превращался в голума. Только его прелестью являлось ведро, которое его постоянно убивало. Че, сколько часов мне тут еще сидеть? Время посидеть между нами. Пальма, попадаешь в сердце, остаешься там. Пещерка. Хорошо, что у нас появился бур, который сократил время фарма. Для рейда их пещеры нам нужно было всего лишь 8 сачелей. Меня убили. Второй убил. С СМГ, да. И второй резнулся сейчас. Ждет, пока спускается эта штука. Их трое, их трое, их трое. Язвушка сейчас, Ада. СМГ наверх, сюда. СМГ-шка у меня, найс. Я вернул ее. Ха-ха-ха, я вернул. Вернул мою красотку. И как бы они не хотели, выйти из пещеры они не могли. Тем же временем мои печульки плавили серку. Нам оставалось только ждать, когда все наплавится, чтобы скрафтиться чели. Он прям надо мной пролетел. То есть, прикинь, он настолько низко пролетел. Просто на уровне моих глаз. Да, низко летающий вертолет. К дождю, наверное. И забегая немного вперед, вы узнаете, о каком дожде идет речь. Но немножечко попозже. Сейчас я иду лутать в космодром, потому что нам нужен был скраб. Томпсон нашел. Ой-ой-ой. Вот это надо. Вот это надо. А пока я в моем уютном домике стоял на крафте, я пытался уговорить пещерных жителей отдать эту пещерку мне. Если вкратце, то я пишу ему, отдай мою пещеру. Он пишет, нет, мы заняли ее первыми. Ну, раз по-хорошему они не хотят, то будет по-плохому. Ну, умирать там нельзя будет вообще. Тебе надо будет похилиться плохо. Сейчас очереди еще будут бахать триллионы лет. А, кстати, когда пещеру бахаешь, слышно вообще на районе? Угу. Ну, наверное, да. Я опять соскользнул. Нет, я жив. Нормас, я жив. После того, как я спрыгнул вниз, у Илюхи была основная задача. Принести сюда сачельки, пока я контрю выход. Ты еще жив? Да, представляешь? Я удивлен, да Илья, ты жив. Прыгай, прыгай с него, пофиг, прыгай. Найс. Так, держи СМГшку тогда, да? Да. Сачели? Сачели сколько тебе? 6, 5 и 1. Не, лучше, лучше все скидывай, я буду накидывать. Окей, держи мясо. Одежда есть? Нет, давайте свою отдам. Хеллоу. Смотри, сверху уже в металле. Оно было в металле. Давай, бам. Заходи. Ищи его. Готов. А где шкаф? Вот он. Выписывай. Хорош. Стой, 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 стой. Хеллоу. Это моя кава. Это моя кава, это моя кава. Я сказал, это моя кава, а не твоя. Хей. Что? Что это? Да, это я. Это я. Это я. Вы не представляете, как я был счастлив, когда я зарейдил эту пещеру. К нам прыгали бомжики какие-то в ядро и пытались на зантирейдить, но что-то пошло не так. Мы их, слышишь, просто задушили тем, что они не могли выйти дерево пофармить. Жалко этих добрюков. Мы долгое время ждали, когда же они появятся в сети. И тут я открываю их стим и вижу то, что они уже ливнули с игры. Они ливнули все. Они ливнули, чувак. И тогда нам ничего не остается, кроме как вырубить их спальники. А потом ко мне в пещеру спрыгнул какой-то дружелюбный паренек. Что это? Привет. О, привет, мой друг. Что? Что ты делаешь здесь? Пещера это, конечно, хорошо, но время от времени нам приходилось вылазить наверх. Нам нужны были ресурсы, чтобы обезопасить себя от рейда. Кстати говоря, мы научились выбираться и не умирать на ведре. Фух. Сверху турель поставить на вход и все, и никто не будет кресить. Тем временем, пока мы боролись за эту пещеру, клановые игроки полностью развились. И у них уже были хорошие пушки. Опять же, дровосека в этом вайпе у меня не было, поэтому приходилось фармить все своими ручками. На сегодня у меня было очень много планов. Как минимум, я хотел застроить каменный карьер. А потом я стал замечать странные вещи. В мою пещеру начали прыгать какие-то странные челики. Кто ты? Ват. Это Ват был. И он прибегал снова и снова, будто бы просто хотел прочекать, кто там живет. Либо он тоже хотел ее зарейдить, как сделали мы. Это Ват. С огненными стрелами. Он делает то, что я хотел делать. Надо, кстати, затестить эту темку сейчас спокойно. И только я хочу заняться этими делами, как вдруг на Илюху нападает пэшечник. Три хита ему дал. Четыре. Пять. Убил. Еще один на горе сидит тут. Хит дал. Я пытаюсь их закрутить с правой стороны, но они меня замечают и начинают по мне стрелять. Ну, стреляет он неплохо. И сейчас я хочу вас с ними познакомить. Это был Пабло Эскобар. Также он являлся тиммейтом Вата, который постоянно прибегал к нам и чекал пещеру. Они явно что-то замышляли. Но нас это пока что не волновало. Нам нужно было застроить карьер, который находился впритык к пещере. Потому что если бы его занял кто-то другой, это было бы очень плохо. Стены было ставить не обязательно. Нам нужно было просто поставить везде шкафы. После того, как мы огородили карьер, я начал застраивать пещеру. Я боялся, что в ад со своей компанией придет меня рейдить. А до лута у меня была всего лишь каменная стенка. Все это время меня смущало одно в этой пещере, что у нас был всего лишь один выход. То есть подсидеть нас не составило бы и труда. Но тут, в один прекрасный момент, я делаю для себя нереальное открытие. Чувак! Что нафиг? А бункер-то работает. Это надо застраивать в ноль вообще. Понял? Тут нельзя потолок ставить. Это жесть. Ты понимаешь, да? Да. Вот, я застрел пещеру и отправляюсь на вылазку фарма. Как вдруг замечаю, что возле пещеры появились шкафчики. Это они поставили? Видимо, да. И было очевидно, что их поставил в ад со своей компашкой. Мы не знали, где они живут и не знали, что они от нас хотят. Но у меня уже был план. Но перед тем, как реализовывать свою идею, мне пришлось расставить шкафы еще и над пещерой. И как говорили великие умы, то есть я, врагов надо бить их же оружием. Если они поставили нам шкаф, нам нужно было поставить им. Чувак! Чё? Я только сейчас об этом подумал. А чё мне мешает пойти им шкафы поставить? Подожди. А что нам мешает пойти им шкафы поставить вокруг дома? Короче говоря, мы с Илюхой разделились. Он фармил дерево, а я фармил камень. Оставалось всего лишь найти, где они живут. Хорошо, что я знал, куда они примерно бегают. Но я чувствую, что это их дом. Охренеть, серьёзно? Офигеть! Я делюсь шкафчиками с Илюхой, чтобы мы, если что, поставили несколько шкафов одновременно. И они не успели нас убить. И мы идём проворачивать эту топовую схему. Всё, готов? Ща, ща, я отойду. Да, раз, два, три. Плюс шкаф. Плюс шкаф. Они поставили нам два шкафчика, а мы им влепили четыре. Плюс шкаф. И теперь расширить их территорию, и уж тем более поставить какие-то КППшки, было очень проблематично. Им нужно было бы бакать все наши шкафы. Ха-ха-ха. Чё, слушай, как думаешь, они удивятся, когда придут? Потом я бегал и искал что-нибудь интересненькое, и вижу, как вдалеке пять человек рейдят кибитку. Естественно, они меня заинтересовали. Я хотел посмотреть на их реакцию, когда они увидят свои шкафы. Ща, я слежу за ними, чё они делают. Я пытаюсь проследить за ними. Если это они, я даже специально готов подойти и умереть от них. Подожди, я нашёл ещё какой-то дом. Может быть, это их лодочная? Нет, это выглядит так, как будто они сюда зашли. Оставалось всего лишь узнать, кто живёт в этом домике. Не, ну тогда это нелогично, то, что они отсюда к нам приходили бы. Хотя. Эй. А как он знает, что я здесь? Эй, 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 what's up, what's up? Ват. Чувак, я нашёл, где они живут. И сейчас до меня дошло. Оказывается, мы заруинили базу каких-то клановых игроков, которые к нам ни разу не приходили. Получается, что они получили ни за что ни про что. Но поверьте мне, шкафы мы им ставили очень не зря. Ваня, ты чё тут делаешь? Снова отформив дерево, мы идём расставлять шкафы в ату. Ведь именно они поставили нам шкафы. И нам нужно было отомстить их же методом. Ой, на горочке как надо, слышишь? Хорош. Уважаемого вообще. А на одном из шкафчиков я оставил табличку с подсказкой, кто это сделал. Чтобы они знали, что они не останутся безнаказанными. И вот этот вот наш знак. Х улыбка. Сники TCX улыбка. Пусть знают, что это мы. После чего я улучшаю полностью пещеру, ставлю побольше дверей и отправляюсь спать. Этот день был слишком долгим и трудным. Ммм, какой кайф, а домик-то цел? Всё нормас? О, нифига себе ты дом построил? Заходи, покажу кое-что. Пока я сладко спал, Илюха обучался быть сантехником и проводил трубы по всему домику. Смотри, короче. Нифига, это что, новые печки? Да, электрические. Ты когда это провести успел? Пока ты спал. Что это за жесть? Смотри, сейчас. Вот сюда, короче, ты кидаешь руду. Вот, и она сама распределяется по всем печкам и плавится. После того, как она переплавляет, она распределяет всё в Мейн Лут переплавленное. Недостатки угля не будут, потому что вот сюда вот я могу запихнуть дерево, кучу, и оно будет сюда их запихивать, а потом в Мейн Лут уголь переводить. Илья, ты что, гений? А мы можем такое в пещере провести? Я вот тоже подумал, кстати, об этом. Это гениально было. Знаешь, как можно провести такое в пещеру? Берёшь аккумулятор, заряжаешь, короче, закидываешь его в пещеру. Да, планы у меня были грандиозные. Оставалось найти только немного скрапа, чтобы всё это реализовать. А на супермаркете сегодня полутаться возможности не было. Там отстроились вышки с берданчиками. Но мне нужна была эта берданка. Я хватаю пайпушку и возвращаюсь к ним снова. Чайный стол сюда. Порох сюда. Нифига себе. Короче говоря, сегодняшний день у меня начался очень даже неплохо. У меня наконец-то появилось хорошее оружие. Ну и про соседей, которым мы поставили шкафы, я тоже не забывал. Мне было интересно, как они поживают, и я отправился прямиком к ним. А, они меня видят. Их там трое. И они меня пушат. Втроём. Скорее всего, в своей голове они видели из меня лёгкую мишень. Они хотели меня зажать толпой, но они не знали, на какого тигра они нарвались. И тут я принимаю гениальнейшее решение. Отстраиваю себе мини-укрытия, чтобы я их отсюда мог принять. И начинаю выжидать. Один минус. Второй минус. Третий минус. Ещё один. Я сейчас дед. Меня шопнули. Четвёртый минус. Порох. Топай тут на мне. Убил. Хорошо. Я всех убил нафиг. Тут оружие миллиард. Я ухожу. Уходи. У меня две... У меня строчка оружия. Что? Мы пятерых там убили нафиг. Ха-ха-ха. Я свалил. Там антирадов, куча там патронов. Осталось миллиард. Я попробую успеть. Естественно, там было слишком много лута, и они вернулись обратно. Мне нужно было прикрывать Илюху. Убил? Нет. Убил второго. Томика убил. Томик подобрал. Естественно, клан после такого развала был просто в шоке. Кроме того, как обвинять меня в читерстве, им в голову ничего умного не пришло. Чё? Хорош. Сколько типов? Мы там целый стак убили вдвоём. Если б ты в спину не зашёл, я не знаю, что бы я делал с ними. Ты прям отвлёк, короче. А я убиваю того, который на тебя отвлёкся ещё. Кибитку на горе я естественно им спалил. И я не знал, на что способен этот клан. Но они не знали, что я живу в пещере. Поэтому весь лут я отнёс туда. Может, в пещеру вниз спрыгнуть? Сейв. Хорошо, что у меня наконец-то появился вход, который я мог спокойно использовать, чтобы передавать ресурсы в пещерку. Смотри, оп. И вы посмотрите на этот прекрасный ящик. Теперь у меня появилось очень много оружия. Теперь они явно захотят зарейдить, я улучшил вам в кастинг. Теперь, пацаны, как бы можете рейдить. Фундамент ещё надо было улучшить, но он вроде низенький, но его могут бахнуть. И вы не представляете, как страшно было жить в пещере. В некоторых моментах я думал, что я играю в хоррор-игру. Ты прыгал? Не, я не прыгаю. Дарк Ю. Кто это? Я понятия не имею. Он меня топором ударил. Вот он топором истычал. Это скример какой-то был. Капец, я сейчас обоскался, когда он меня топором ударил. И тут же на космодроме я нахожу самую нужную вещь. Ветряк. С помощью него я мог запитать электричество и подключить умные печки. Но для начала мне нужно было поформить немного камня. И хорошо, что я застроил каменный карьер. И теперь руками фармить мне не приходилось. Мой домик над пещерой постепенно увеличивался и расширялся. На космодроме постоянно клановые игроки пытались отжать танк. И мы понимали, что шансы что-нибудь ёнкнуть у нас были большие. Как я его не убил? Тип в топ-сете на КПП стоит. Оно. Я жду, пока он взорвет. КПП с базукой. Мы можем запушить этого типа в боём. Я до ума. Две головы, две головы, две головы. Убил. Хорош. Не знаю, как ты, но я на сейв. Я могу добить танк. Взорвал танк. Со всем лутом стреляться было очень опасно. Тем более калаш и базука со скоростной нам нужны были. Я всё подсейвил и вернулся обратно. Там, кстати, в нормальном месте танк взорвался. Надо на здание идти сразу. Ого! Стой. Второй поток, ещё калаш. Уходим. Это хол, да? Да, тут рифрейта всего. Чувак, у меня сишка. У меня сишка, калаш выпала. Сейчас я МВК дверь сюда воткну, чтобы рейдеры кайфанули, когда будут рейдить это. Мы теперь можем постоянно танки бахать. Кстати, хорошая идея топ. Надо изучить всё. На рассвете наконец-то у меня появилось время, чтобы провести электричество. Мне нужен был металл. И вы, наверное, и представить себе не можете. Насколько же новые печки имбовые. Блин, это я дерево не буду фармить. Ха-ха-ха-ха! Это просто мечта! Это моя... Подожди, это что получается? Теперь Серёга мне... Нет, тогда Серёга будет у меня теперь сантехником. Он будет постоянно плиты проводить потом. Эти печки работают бесконечно от электричества. И круглосуточно плавят ваш метальчик. После того замеса, клановые игроки, которые жили неподалёку от меня, куда-то исчезли. Они думали, что в пещере живёт читер. То есть я. Но мне до них пока что не было дела. Я занимался своими делами. И фармил металл. А в моей пещере я всё чаще замечал какие-то странности. Ко мне второй день подряд прыгал челик с ником Ват. Ват прыгает сюда. Второй день подряд Ват прыгает в пещеру. Мне кажется, ничего кроме рейдом тут и не пахнет. Уже сейчас была понятна дальнейшая судьба пещеры. Мне нужно было укреплять защиту и ставить МВК-дверь. Практически каждый час кто-то взрывал танк на космодроме. А с тех пор, как у меня появилась Элка, я мог полностью контролировать ситуацию. Я наверх поднимаюсь. А не монтирадок, слышишь? Это изи. Убил поход на бочке, я не знаю. Хит дал. Хорош. Это ты подкадываешься? Да, да. Да, я по тебе стрельнул. Сори. Минус. Я не пойму, он что меня видит что ли? Он дед. Хорош. Лутай, ящики потухли, ящики потухли. Блин, а тут одни скопы, мужик. У меня не вмещаются уже. За каждую такую вылазку мы получали огромное количество различных компонентов и ресурсов. А самое ценное, что мы оттуда вытаскивали, это МВК-двери. В этот день моей главной задачей было укрепить пещеру, чтобы меня никто не бахнул. И с этой задачей я справился на ура. Следующий день меня встретил забавными новостями. Пещера. Пещера жива. Её рейдили. Её рейдили нафиг. Я знал, что её рейдить будут. МВК-дверь пробурили. Вот это окуп у пацанов. Согласен. С этой стороны они не захотели, да, рейдить? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, блин. Было забавно то, что они прорейдив несколько гаражек и МВК-дверь, просто сдались и не дорейдили. Ну а быть может, они рейдили совсем недавно и пошли за добавкой. Этого я ещё не знал. Но тем не менее, на сегодняшний день у меня были грандиозные планы. Я хотел пойти запустить МВК-карьер. Но как же я был удивлён, когда туда добежал. Здесь поселился какой-то опасный клан, который держал в страхе всю пустыню. Вы посмотрите на их громадину. Официальный сервер два дня после вайпа, держу в курсе. У типов огромная клановая киба, фу, МВК улучшена. Сказать честно, к ней просто было страшно приближаться. Но вы знаете меня, я не из пугливых. Ну, турелей у них, кстати говоря, не так много. Короче говоря, я немного обследовал территорию и понял, что здесь я могу что-нибудь придумать. Ну, а для начала, я решил выследить, куда поехала эта машинка. Где твой калаш? Короче, калаша я не найду. И вы не представляете, как я был счастлив, когда увидел, что такая огромная кланина сейчас в онлайне и фармит ресурсы. И сейчас меня ждала огромная работа. И чтобы вам не затягивать удовольствие и показывать, как я всё время фармил, я просто покажу вам важные фрагменты. Гренадёр, шо ты там делаешь? Гренадёр, шо ты там делаешь? Это скраб, собираю. Смотри, готов? Готов? Ну да, давай. Опа! Подожди, подожди. Чё? Ха-ха-ха. Куда? Нам надо тачки делать. Сим салабим. Карта откровим. Жесть просто. Ну, ради этого я поднимался. Кайк. О, он в ВК-дверь. Неплохо. Компьютер-стэшн. Кайк. Кайк. ну ты посмотри на эту цыпу ну просто пушка собирай пока все на перераб я сейчас в пещеру зайду дам посмотри шоя с бэмс мне вот интересно как этот ватт ко мне постоянно запрыгивал все это время мне не давала покоя идея зажигательными стрелами я должен был научиться прыгать благодаря ним и спустя очень много попыток я все-таки научился это делать я понял что здесь нужно поймать тайминг что серьезно я могу таким методом спрыгивать вниз и если вы думаете что это было всего лишь везение то я вам продемонстрирую еще один такой прыжок и зи надо научиться еще падать и хп не разбивать так где у меня будет плавильня так как я был уже мастером в электрике запитать все печки не составила и труда все у меня технологичная фарм машина есть теперь в доме а после без каких-либо гайдов я смог подключить сортировочный центр и лут из печек сразу передавался ко мне в ящике на самом деле эта штука довольно удобная будет ли сюда что-то попадать или нет понеслась сладенькая кайф все теперь у меня сверхтехнологичный дом так полторы тысячи скрапа до каменной стенки вы чё издеваетесь что ли чтобы в пустую не тратить скрап у меня была надежда что я где-нибудь смогу добыть эту каменную стенку я колесил по всей карте и ловил различных фермеров ля-ля-ля фишка что-то тут бегаешь но у тебя метальчик только возьму все остальное не буду отстань противный окей спасибо ты чё тут рядом где-то живешь то эти дважды уже убивают рев вредный что же клан 1543 тоже паскуды на иди сюда возьми ревик он тебе пригодится и в этот момент я познакомился с одним пареньком который мне рассказал что в этом огромном доме живет клан 1543 и тут я понимаю что мне нужно разведывать обстановочку я возвращаюсь домой скидывая все ресурсы и возвращаясь сюда голеньким да ну конечно у них домина на то что надо они там чисто обмазывают друг друга мвк шкой блин может реально по приколу построиться прям возле них у них там 3 верстак печка когда пробегал возле их дома меня заинтересовала черепушка очевидно что они очень любят своих противников у меня блин я хочу дом возле тех пацанов я буду их обворовывать сносить все в ту кибетку и оттуда потом перевозить на тачки в пещеру вот это мне уже больше нравится вот я нашел чем я хочу заняться бегал я и добывал камушек и в один момент замечаю то что болотных жителей которым мы поставили шкафчики кто-то зарейдил это мы должны были их рейдить у них тут бункер был зачем их зарейдили тем не менее кто-то нас избавил от наших ближайших противников но у нас сейчас были другие планы грустить нам было некогда мы собрали ресурсики которые у нас были и поехали строить кибитку возле того громадного клана теперь надо ехать пацанам в гости о царе сладкий бежит это пишет да ладно беги мы едем спасибо домик строй доехав до пункта назначения я сразу же принимаю за постройку своего домика и стоял он как раз таки в самом приметном месте на единственном переработчики который находился возле них проемы даем коптер из их хата они же к нам прилетят надо убивать их нас что у него было я думаю нас зарейдят чувак нет давай в тачке спрячемся быстрее быстрее достраивать окей пока илюха улучшал домик и расставлял спальники я решил сбегать на разведку и посмотреть как в них обстоят дела я был уверен то что они скоро придут нас рейдить все остальное время я занимался поиском слабых мест я хотел попасть к ним через забор чтобы обворовать карьер я хочу паскалом тут попробовать перелезть понял под забором у них так они что-то заподозрили как только я слышу что он убегает в центровину дома я начинаю действовать и перепрыгиваю к ним через забор сейчас перелез у меня была гениальная идея я хотел дождаться когда же они выйдут со всем мвк и будут переносить его домой и тогда я мог бы попытать удачу он прошел 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 тихо я конечно по-разному представлял этот момент но явно не таким образом короче говоря стрельба у меня немного не пошла конечно мвк хотелось угнать но судьба намекала что сейчас не время тем же временем илюха втерся в доверие к одному из них я тебя его убил рожь пусть а убил я илюху для того чтобы они раньше времени не узнали что он играет со мной надо походить короче по фармить наверное немного этого они теперь знают где мы живем на и дурки м пайбейс прикинь это все с одного клана типа и только я начинаю крафтить лестницы чтобы снова к ним залезть через забор как илюха говорит мне очень важную информацию бегут-бегут-бегут от хаты много твой трое четверо братишка у нас есть я построил они на хг идут они уже ряды будут поиспусть таки да и пусть таки да и пусть таки да и плескать беги брат беги для очень больно хила нет пай не расстроится наверно у меня на ту гору я застрял в клам хорош я поставил дверь еще одну хорош вот вот you do my friend вот еду я сюда быстрее хватай хватай двушку все готов я сношу готов до 3 давай еще раз готов до просто лучше поднимаю 120 разрывных еще хватай с него все он постройки кемку я бы дальше застроился у нас хватит на последние на последний ремофсы а нифига не пахнули я чё пробуем конечно пробуем они ушли почти нтнтн в общем их набег закончился вот таким странным образом они не смогли зарядить нашу кибитку 2 на 2 и когда увидели достойный отпор они просто развернулись и ушли тем временем мы понимали что скорее всего они пошли за ракетами мы хватаем все ресурсы которые из них выбили и на нашей черепашки отправляемся домой тормози тормози поехали газу 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 сваливаю нафиг офигенно слышишь здесь мы еще у них два класса забрали это был бы вообще эффект я не представляю что скоро будет я завтра поменяю ник чтоб они не знали что это я потому что они вряд ли придут трейдить еще раз и буду воровать у них ресы коптер кто типы у нас ты в тачке на один минус я откажу давайте все скину лишнее ты в тачку сядешь давай тут коптер стоит с топливом я улетаю слышишь пофиг я просто сажусь и улетаю давай улетаю я улетел что да уж сегодня происходили поистине чудеса но мне такой расклад определенно нравился серка гаражка уголь я не знаю что здесь происходило но судя по всему выселяли каких-то соседей я решил немножечко подлутать там какого-то лута я убил 2 тут еще один открываю дверь ого судя по всему здесь не поделили что-то клановые игроки одни выселяли других но им не повезло что я обитал рядом с ними вдоволь налутавшись мы выталкиваем коптер и пытаемся на найти что-нибудь что можно будет енкнуть может быть есть варик кого-то обокрасть ты смотри кстати где металла будет много чтобы с буром потом сюда прийти в конечном итоге мы находим пару заряженных домов но ничего ценного там не обнаруживаем и судьба нас снова приводит к клановому дому который стоит неподалеку от нас на пофиг на эти печки просто и хочется поубивать на территории пофиг на коптер ты умер нет я снаружи блин я не успел убил убил они настолько меня боялись что просто закидывали меня гранатами минус два два кд 1 убил пострелку убил калашиста убил убил двоих во второй раз такая в теории я могу отсюда попробовать выбраться можешь на крыше один ты не запрыгнешь убил честно говоря я даже и не представляю сколько раз подряд я должен был убить чтобы они не появлялись потому что здесь я почувствовал себя в муравейнике и хоть мне не удалось отсюда выбраться я знал что на этом все с ними не закончится через пару мгновений мы садимся с Илюхой в тачку и едем обратно к нашим турецким друзьям мы хотели обновить нашу кибитку и поставить туда гараж бинокль бинокль надо надо бинокль поехали в ракетчок в каком шоке два девика на тачке выскочили под музыку и отвлекать лево здравствуй дом милый дом мы вернулись давненько нас тут не было да и когда мы защитили нашу кибитку мы решили действовать и доставать этот гигантский клан 1 до нет панели нет не подходи справа забора выйдет я ничего не вижу открывает забор открыл забор он являюсь я ему дал очень много у меня все пушки все что мы с них выбивали мы скидывали в нашу кибитку а у них с этого знатно подгорало вы просто посмотрите на этот чатик и оставаться на достигнутом мы не собирались я знал лазейку как не можно было попасть но для этого мне нужно было дождаться рассвета не оконок ебью мы в в в в в в в в в Блин, я внутри у них, а толку надо. Но они уже не откратны. Ну на этот раз сражаться они со мной не стали. Они просто закидали меня гранатами. Они меня гранатами закидали. Возле меня тачка. Я не буду давать тебя. Я не буду давать тебя. Я не буду давать тебя. И воевать какие-то клановые игроки. Один минус. Еще один. Еще одному минус. Они даже меня не ултали. Чекай справа, я слева чекаю. Там калашист валяется возле коптера. Ой, камнем. Мужик, камнем много очень. Ты видел это? Да. Тут еще один фул инвентарь. Давай домой быстро и сюда вернемся. Тут смотри, у типа металла и серы. С рессами, да, убегал? Да. Да. Это Кай. Это Кай 1-4-5-3. Серьезно? Это этот клан с G2. Охренеть, мужик. Понимая, что у меня очень много противников, я принимаю решение укрепить защиту своей пещеры. Ну а все остальное время я перерабатывал ресурсы, которые из них выбил. Так закончился мой третий день выживания. Хата Ильи, а.к.а. клановый игрок, нафиг. Живет один, хата отстроена огромная. Ха-ха-ха. Что он там построил? Я стрелку сделал. Все как надо вообще, как нормальные пацаны делают. Эй. Эй. Пока я сладко спал, Илюха всю ночь доигрывал и достраивал свой домик. Он боялся, что нас зарейдят. Поэтому мы с ним самую малость разменялись во времени. А возле клана 1-4-5-3 были грандиозные изменения. В этот день они собирались оградить полностью супермаркет и даже зарейдили мою кибитку. Ё-моё! Они застраиваются! Бегая возле их территории, я пораскинул мыслишками. А почему бы мне не поставить им шкафчики, пока они расставляют стенки? А чтобы впустую не келяться, я решил проверить одну каменную стенку, за которой я увидел шкаф. Тут шкаф. Изи. Взорвав его, в будущем я мог отжать у них карьер. Но пока что это были только планы. Сейчас мне нужно было расставить шкафы. Не теряя ни секунды, я сажусь в свою черепашку. Еду прямиком к этому супермаркету. Выбираю место, где бы они меня сразу не нашли. И откидываю кибитку, где в будущем я планировал сейвить их ресурсики. Но не тут-то было. Они практически сразу вычислили, где я построился. Я пытаюсь уехать со всеми ресурсами, но их было здесь слишком много. Машину они мою расстреляли просто в хлам. Но на этом останавливаться я не собираюсь. О! Мой домик взрывает, который я только что поставил. Да, это его рейдят. Я добегаю туда, когда, казалось бы, уже было поздно. Мой домик полностью зарейдили и застроили. Но тут я ловлю одного из них. Того самого челика, который забирал все мои ресурсы. Ну, застроил, да? Полностью. Но отпускать такую добычу они не собирались. Они сели на машину и отправились в погоню. Хорошо, что время было на моей стороне. Они на тачке меня преследуют. Бежать до дома, чтобы все это засейвить, времени у меня не было. Они продолжали расставлять стенки. Я должен был успеть поставить им свои шкафы. В какой-то момент они замечают то, что я проворачиваю грязные делишки и приходят сюда, чтобы меня убить. Но так как я прятал отсюда неподалеку калашик, у меня был шанс на камбэк. Я долго слежу за его действиями. Ловлю момент, когда он ставит шкаф и не ставит стекло. Убиваю его и тем самым у меня появляется еще один шкафчик. Спасибо. Я пошел. Буру можете оставить себе, пацаны. И сейчас с таким лутом я собираюсь отстраивать неподалеку кибитку. И замечаю челика, который явно за мной следил. Я застраиваюсь в кубик один на один. И понимаю, что он меня спалил. Он бегает возле меня. Сейчас у меня было два выхода. Я должен был либо быстро отсюда убегать и избавляться от свидетеля. Либо оставаться здесь и терять все, что я с них выбил. Конечно же я выбираю первое. Ремовываю стенку, убиваю шпиона и даю отсюда по газам. Пробежав примерно 7 квадратов, я нахожу идеальное место, где они точно меня бы сразу не рассекретили. И сразу откидываю там кибитку. Ну а дальше все происходит по накатанной. Естественно, они собираются проводить электричество и ставить туда турели, чтобы я больше туда к ним не попадал. А я пытаюсь им помешать любой ценой. А еще чуть попозже я понимаю, насколько этот клан гениален. Это был самый неприступный забор в моей жизни. Туда можно было попасть практически через каждую щель. Офигенная дырка в заборе. Они пытались забрать себе эту скалу, но они не знали, что здесь уже стоит мой шкафчик, который им не давал это сделать. И вы не представляете, как же сильно у них припекало. Они частенько агрелись на меня в чатике. А когда у них припекало, на улицу выходить они не собирались. А мне на мои планы по захвату их карьеры нужно было много скрапа. И иногда мне приходилось лутать лутателей космодрома. Да, ну хоть МВК насыпало, и то радует. И пробегая возле домика, который занимал супермаркет и постоянно его отстреливал, я замечаю то, что у них открыты все гаражки. И тут же я принимаю решение скрафтить сачели. Я рассчитывал найти у них скрап. Кто там с крыши стрелял? О, одна уже пошла как надо. А что у них так спальников много? Я понятия не имею. Что? 200 скрапа. Ни фига. Ни фига. Мне нужно то, чем я смогу спальники у них разбить. Блин, я думал тут столько лута будет, тут ящики были открыты. Но мне этот домик пригодится, надо его полностью застраивать. Тут есть выход на перераб, и можно будет спокойно перерабатывать наконец-то. И наконец-то, спустя огромное количество времени, я изучаю самый важный предмет, чтобы доставать турецкий клан. Тем же временем они сбивают вертолет, который падает прямиком к ним за забор. Я, конечно, попытался его йонькнуть, но что-то пошло не так. А тем временем, пока я пытался отжать вертолет, мою кибитку возле супермаркета начал кто-то рейдить. Мне нужно было ее дефать. Надо быстрее сюда идти, этот третий верстак рейдит наш. Честно вам говорю, я не знаю, кто это был, но они могли закрывать гаражки. Скорее всего, прежние владельцы дали им доступ к паролям. А это они рейдят. Вот это прикол. Но хорошо, что в этот момент Илюха проснулся, и вместе с ним мы уже могли делать грязь. Он умер. Потом оказалось, что это были соседи напротив, и все они были в альянсе. Понимая, что они могут закрыть все гаражки, я хватаю отсюда все основные ресурсы и просто петляю. Тем более, у нас почти на халяву появился третий верстак. Ха-ха-ха, я третий верстак забрал, ухожу. Пусть рейдят дальше. Главное, это третий верстак. Потом мы с Илюхой находим четырехмодульную тачку. И создаем из нее турбодомик на колесах. Просто посмотрите на эту ракету. Уф, вот это ракета, слышишь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Можно знаешь, что сделать? Хм. Можно сделать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ай, блин, и спереди, и сзади руль. Было бы прикольно, если бы можно было руль в разные стороны ставить. Это бы получился этот, котопес. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ох, как же много эта тачка в будущем сделает для нас, вы не представляете. На этой тачке мы катались и покупали различные предметы по типу дизеля, а иногда даже покупали чай на фарм. Я к ним чуть на хату не залетел, что это за бред? Hello. Тут мы с Илюхой познакомились с одним хорошим кланом. Мы у них купили две ракеты, потому что изучать по верстаку их было очень дорого. Да и тем более, с ними у нас были одинаковые противники. Это я говорю про клан 1-4-5-3. Так а чё, какие планы на этих 1-4-5-3? Мы сейчас, знаешь, что сделаем? У них карик отожмём, в МВК закатаем им шкафы рядом, и потом завтра будем смотреть, как они будут гореть, потому что, ну, карик это подпитка их дома. Они не фармят МВК. Да уж, планы были грандиозные. И в этот момент мы даже не знали, с чего начать. У нас было слишком много противников, которые жили рядом с нами. Да и времени было не так много. Ведь в клане турков было больше 20 человек. Нам нужно было поймать именно тот момент, когда мы сможем всё это быстро провернуть. Иначе одна ошибка привела бы нас к тому, что они бы полностью укрепили карьер. И тогда мы бы их точно не смогли вдвоём зарейдить. Хорошо, что Илюха настроил всё максимально гениально. Мы не тратили время на крафт Пороха и не тратили время на крафт Экспы. Ну, на 30 ракет нам хватает. Да нам хватит, мне кажется, чтобы их пробурить. Но перед тем, как идти отжимать карьер, нам нужно было избавиться от ближайшего опасного клана, чтобы обезопасить нашу пещеру. На их территории я был уже как рыба в воде. Я знал каждую лазейку. И догадывался, куда можно было проще всего зарейдить их крепость. Вообще, в теории, тут как можно сделать? Я уверен, что лут у них снизу. Тут просто стекло бахнуть и внутрянку, и всё. Правильно? Стой, как-то я туда пролазил уже. Можно. Найс. О, стой, ты можешь вперёд туда пролезть к крыше? Я думаю, нет, там слишком узко. А, можно, можно, можно. Можно к крыше пролезть? Ну, поверху там. Изи, слышишь? Я сишку туда кидаю, и всё. И мы сверху через потолок их зарейдим. Я не знаю, что бахать, но... Короче, я буду бурить потолки МВК. Тут ящики. О! Тут есть лесы! Ууу, как приятно. Отойди. Отхожу. Справа. Справа. Ох, лестниц сколько! Зажигательные ракеты есть. Оружие. Топ-сет. Хорошо. Давай, короче, вот эти добиваем. Отойди. Не двигайся. Там ящики. Не, оружия много, оружия много. Где ракеты? В итоге мы вскрыли у них полностью домик. Из ценного нашли огромное количество компонентов и немного ресурсиков. Ой, хорош, тут МВК было. Как мы это все будем увозить сейчас? А все перевезти нам помогла черепашка. В нее умещалось очень много лута. Для того, чтобы взорвать у них шкафы, у нас оставался последний штрих. Нам нужно было МВК. А для этого нам нужно было рисковать и запускать МВК карьер. Но все было не так просто. Он контролировался другим гигантским кланом. Тебя слева могут загореть. Встань так, чтобы тебя слева не было видно. У меня так откуда угодно было спринт так-то. А тачка у нас там. Ты тогда кантри лутай, а я буду сидеть и инфу по ним смотреть. А, это один. Это один и тот же чел. Походу. Нет, их два. Дал хит ему. Еще хит, он умер. Лучше идем, что если МВК есть в тачке. Еще хит. То ли мы попали в нужный тайминг, то ли просто нам повезло. Но пушить они своей толпой нас не собирались. Они просто сидели на вышке и пытались нас сбрить. Еще башка. Как он живет? У него костюм этот говна. Угу, джага. Тачка едет, тачка едет, тачка едет, тачка едет. ВК? Садись, садись, уезжай, садись, уезжай. У них тачка едет с кемпер-модулем. На тебя, на тебя едет, на тебя едет. Так мне по дороге убегать, уезжать. Мы зафармили все 10 бочек, забрали 950 МВК, а 50 им оставили на чай. И со спокойной совестью уезжаем отсюда. Ведь понимаем, что скорее всего они уже готовятся нас взрывать. Налево. Налево не едь под них. Скоростные ракеты никто не отменял. Прям вообще на тоненького сейчас отыгрываем. А сейчас пристегивайте ремни, ведь впереди вас будет ждать жесткий захват МВК-карьера. Ты готов к жесткой движухе? Да. Кайф. Вот, 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 вот сюда накинуть? Я надеюсь бахнется не заборный, а шкаф. Пока ребята проводили электричество на супермаркете и расставляли турели, мы взрывали их шкафы и захватывали карьер. Так, готов? Да. Давай, три, два, один. Две повесил? Тоже. Две повесил? Да. У меня минус. У меня тут шкаф не ставится. Одного убил? Хорошо. Я не могу сюда шкаф поставить. Ты застроился в МВК? В МВК, да. Я вас даю. У тебя есть спальник рядом? Да, да, да. Вижу его. Убил. Хорошо. Лутай себя, Калаш у меня. Надо его полутать. Убил. Хилки есть. Найс. Я тоже. Забрал. Три хилки есть. Есть. Убил? Убил? Есть. Хорош. Фух, нафиг. Это еще не все. Подожди. Мы можем сейчас дверь сюда поставить свою. Ты второго убил. Хорош. А потом на тачке подъедем и увезем отсюда все. Угу. Я уже почти фолловый. Голова вам вздох. Хорош. Он мне стреляет. Илья, что мы делаем нафиг? Надо всех облутать. Илюха. Облутал, облутал, облутал. Всех троих? Так все, всех облутали. Не, не, не. Там три трупа возле забора лежат. К сожалению, мы не подумали о том, что машину нужно было пригнать к забору. Мне пришлось до нее бежать под лютейшим обстрелом. Постреливай на голову. Он ушел куда-то вроде. Нет, вышел. Еще МПшку забрал. Оу, оу, оу. Ааа, по мне все стреляют, Илья. Где наша тачка? Я не знаю. Она где-то у дороги была. У тропинки. Я бегу к ней, Илья. Прикрой. Прикрой. Я еду, Илья. Я еду, готовься, готовься. Забивай середцами. Нас могут бахнуть. Где наш дом? Вот он. Я под сейф стал. Давай забивайся тоже. Я забился. Я в тачку сел. На 65 дней хата. Давай, давай. На крыше. На крыше. Да, 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 да. Читаем его. Ты забился, все? Да. Поехали? Поехали. Конечно, мужик. Все. Давай, 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 давай. Все, гг. Убил его. Он взорвался. Нет, он жив. У нас тачка на 396 хп. Блин, ты, пец. А ты в сервисе у тебя? Да. Может, просто убежим? Побежали. По воде. Просто манси. Нам за вышку зайти и все, мы в сейфе. Офигеть. По воде, по воде уходим нафиг. Просто уходим. Через скалу и они нас не найдут. Блин, прощай, черепашка Джо. Она служила нам верой и правдой, мужик. Прощай. А ты все забрал, да? Точно. Они обзрывают ее. Они ее... Забивают. Илья. Мужик, мы вернемся за черепашкой. Я уверен, они ее приглеют. Нет, Илья. Мы за ней вернемся, мужик. Она так нам долго служила. Она почти нас вывезла из этой горячей точки. Повезло, что мы не сдохли. Но она пожертвовала собой, слышишь? Ради нас. Да. Мы ее не забудем. И хоть там мы потеряли своего лучшего друга, турбо-черепашку Джо, мы все же смогли забрать все, что с них выбили и засейвить в кибитку. Сегодня мы смогли выиграть важную битку. Чтоб вы понимали, как сильно у них на нас горело, они купили инфу о том, где мы живем. И теперь они чекали мою пещеру. Как бы странно это не звучало. Опа, смотри. Hello. Go raid my cave. Online raid, not offline. Or you scared me. А? What? Follow me. Online raid you? Yes, online raid me. You don't deserve online raid. I online raid you. You don't deserve online raid. Что-то в кап... Он говорит, ты не достоин типа онлайн рейда. Почему? Потому что я пришел, вас и всех убил? Смотри, какой лут в пещере, слышишь? Смотри, какой лут в пещере. А-ха-ха-ха-ха-ха. Я им каждый ящик сейчас забью ресурсами. Короче говоря, все остальное время, в этот день мы занимались подготовкой к рейду. Раскидывали везде оружие, чтобы штурм пещеры у них был очень веселый. И забивали ящики до фула, чтобы рейдеры были счастливы. Сейчас я лутом забью, подожди. Да, там вообще топ лут. А они все чаще и чаще приходили к моей пещере в надежде понять ее составляющую. Where are you, my little boy? What are you doing here? I am doing your... Dude, I am f***ing your mom right now. What do you need from my cave? What do you want? Get the f*** out from my cave! А-ха-ха-ха! Это был мой уже пятый день выживания. И зайдя, я был очень удивлен. Пещера никому не нужна. А я думал, столько лута им подарить. Я подумал, что мы им не интересны. А все оказалось гораздо проще. Вчерашним нашим гениальным мувам по захвату шкафов мы вынудили их взрывать свой МВК-карьер. А чтобы бахнуть наши два шкафа, им нужно было потратить 25 сишек. Надо тачку делать и ловить их на тачках, короче. Как я вчера... Волки, не делайте этого! Они все шкафы в МВК закатали. Нифига себе они, конечно. И мой шкаф бахнули. Что, они много потратили? Понял. И тут шкаф бахнули! Что? Ха-ха-ха-ха! И сейчас я вам объясню, почему они зарейдили не нас. Они потратили всю свою взрывку на шкафы, которые мы им поставили. И рейдить нас им просто было нечем. Но даже несмотря на то, что они остальные шкафы улучшили в МВК, у меня был план. Как-то раз я даже попытался заруинить им рейд. На! Они выжили. Но ничего хорошего из этого не получилось. И тогда я приступил к своей тактике. Но для начала я собрал маленькую черепашку. Правда, она с одним движком. Это не круто, может два движка сделать? А пока Илюха спал, я огораживал полностью территорию. И тут карьер на камень оказался как никогда кстати. Ну а сюда ворота. Все. Компаунт готов. После я даже расставил немного турелек, чтобы они могли защищать вход в пещеру. Пещера. Все видно прекрасно. Ох, ребятки, готовьтесь. Впереди будет очень долгий и супер увлекательный контент. Да, и я кстати надеюсь, что вы уже поставили свой лайк. Если вкратце, мы с Илюхой решили построить еще одну кибитку возле них. Чтобы в дальнейшем перехватывать их машины и отжать супермаркет. Мы сделаем так, что им придется еще шкаф взрывать. МВКшный. И тогда они точно к нам придут. Надо было в начале ворота поставить, наверное, загон сделать, да? Из стен. А потом только начинать кибу строить. Мы решили поступить хитрейшим образом. Полностью оградили себе территорию. И уже в сейве спокойно отстраивали вышку. Еще нам много надо вот такую кибу поставить и все. У меня есть шкаф. Ну ладно, пофиг. Мы его потом закатаем в шкаф, да? Пока оставим, короче, просто место под стенку. И даже провели туда турельку, чтобы на входе нас никто не ловил. Авторизуйся. И как только у нас все было готово, мы отправляемся домой за скоростными ракетами и сетами, чтобы мы могли начинать наши грязные делишки. Тачка. Это они. Да, я красный ник был. Они за нами поедут? А у тебя базука заряжена? Нет. Чисто скрылись, понял, скрылись. Скрылся. Держи базу, эти ракеты. Жесть! Матрон тоже будет открывать. Двери, четыре двери крафтим. Сюда верстак. А, нет. Горстак, короче, тогда снизу поставлю, пофиг. Тачка, тачка, тачка проехала. О, да я в курсе. Вышел? У него тачка разбилась, у него тачка разбилась. Я голый, бро. Где он? Что он делает сейчас? Скачет. По машине. По машине прыгает. Как ты через бота вышел? Оторыв. Она убила. Зачем расставался, в свою сторону. Держи домой с ракетами. Один минус. Бегу его лутать. Убил! Я бегу. Я тоже. Сейчас крышу будет. Топ-сет забрал. Топ-сет забрал. Калаш нашел. Уходим. Меня убили. С крыши, сверху. Он, он на стенку поставил, очень сильно нахитовал пушу. У стенки прыгает, идет к камню. Он уйдет, идет еще один. Убил одного. Меня убил. За стенкой. Пуш. Убил. Рош. За тебя, за тебя бежит бомж. Ну, я ничего, он правый крутит. Меня сснайпнули. Ты фоудает? Нет. Тебе убегать нужно было. Я не могу. Надо полутать. Ты где умер? За скалой, типа. Нашел калаш. Забрал калаш. Отношу домой. Беги. Домой несу, Илья. Хорош. Давай, давай, давай. Мы, мы все, контрим отсюда. Илья. Они такого не ожидали, мужик. Я келяюсь, иду сразу на спальнике стою. Он в кибитку там зашел, я видел его. Минус башка у него. Убил? Нет, не убил. Как думаешь, он придет с лестницами сюда? Какой отсюда прекрасный вид на их хаты. Мы отсюда все контрим, прикинь? И супермаркет, короче. И хату их. И подход. И подъезд. И все контрим. Ой, они еще это не зарейдят, причем. А он, походу, стоит за шкафом и ждет, когда мы будем либо ехать, либо еще что-то с базукой, с ракетницей. Вот он. Он вышел. Я его убил. Ты умер? Тут колошист. Я его убил, убил, убил. Ты слышишь меня? После того, как я его несколько раз подряд убиваю, я хватаю базуку и скоростные ракеты и отправляюсь туда. Мне нужно было разбивать у них турели. Но тут я самую малость просчитал. У них были не обычные спальники, а кровати. Меня взорвали. У меня одно хп, я умер. Я умер, брат. Контри меня. И тут у нас с ними начинается лютейшая заруба не на жизнь, а на смерть. Во-первых, их в несколько раз больше. А во-вторых, нам просто сложнее из-за того, что там были турели. Нам нужно было их взрывать. Два хита ему дал. Три хита ему дал. А я там под турелью сдох, прикинь. Я могу взять скоростные ракеты и просто повзрывать у них. Вот он стреляет. Чего он взрывает? Тачку? Тачку. Я не знаю, убил его или нет. Я убил его еще раз. Взрываю турель. Еще раз его взорвал. Турель еще жива. Минус одна турель. Еще хит ему, он у левого шкафа, рядом с тобой относительно. Голова ему, слева. Слева турели разбиваю. Минус турель. Он меня убил, чувак. Два их убил. Хорош. Еще раз убил. Нет, все. Я не буду жадничать. Отойду. Он умер. Во! Вот это уже другой разговор. Тебе бежит. С территории. Он упал. Топ-сет. Вижу. Со спасом. Топ-сет забрал. Отношу. Убил еще бомжа. И дабы не терять ни секунды, я просто выкидывал лут, который с них выбивал на землю, чтобы потом его подобрать. Я, честно говоря, не знаю, как так вышло, но мы вдвоем с Илюхой полностью контролировали ситуацию. Клановые игроки просто нас боялись. Изи. Базуку забрал. Тачку я не починю. Тачка, все. Окончательно мертва. Хе-хе, бой. У нас оставалось немного скоростных ракет, а также боевых ракет, которые мы могли потратить на их кибитку. Мы хотели полностью захватить супермаркет. Открыл дверь? Открыл дверь. Он байчит, наверное. Зажигательные патроны здесь, прикинь? А-а-а, я понял их. На такое количество взрывов прибежали наши соседи, и они начали нам помогать. Тут рез есть. Я вырубил турель. Шкаф, ящик. О, МВК нормас. И то, что мы находили у них МВК, было очень приятно. Потому что мы им оставляли небольшие подарки в виде МВК шкафов, на которые надо было потратить очень много ракет. И именно в этот момент мы понимаем, как сильно мы над ними доминируем. Они даже перестали пытаться что-то с нами делать. Но сейчас у нас появилось время отжать их карьер. И вы думаете, что блин, как ты будешь взрывать у них МВК шкафы? Это же нужно много сишек. А я вам сейчас все покажу. Первым делом мы выжигаем зажигательные ракеты и забор. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Этого я не ожидал. Шаг номер два. Разбиваем турели, которые нам мешают. Минус. Че? Хорош. И шаг номер три. Отбиваемся от всех, кто заходит с их ворот. Увижу его. Он к карьеру идет, походу. В топ-сете. Убил. Хорош. Вижу его. Дима нет. Не, нормально, нормально, я в север. Ау. Стой. Одна турель минус. Так, вот с этой надо ближайшие решить вопрос. Ай, больно. Попал. Минус. Хорош. Еще одна осталась. Ути. Справа. Все, минус. Минус турель. Хорош, хорош. Минус эту ролель. На крыше, на крыше, на крыше. Я без хп, есть килки. Смотри, как наши отрабатывают. Хороши, красавцы. И шаг номер четыре. Мы взрываем шкафы за одну сишку. То есть улучшение в МВК им не помогло. Минус. Хорош. Ну а дальше, как вы понимаете, мы сами застраиваем шкафы в МВК, чтобы если они рейдили, они очень много тратили. И сейчас я вам покажу самую гениальную мою идею. Я предложил ребятам разбить эту вышку, и тогда в теории мы могли бы поставить сюда шкаф. И да убили мы её мачеттами около 5 или 10 минут. И сейчас готовьтесь познать мою гениальность. Эта вышка оказывается не ломается, потому что она является частью карьера. Но на тот момент об этом я ещё не знал. Ха-ха-ха! Пацаны, а вы не хотите понять, что она не из тех, которые ставятся, она по стандарту тут эта вышка стоит? А-а-а-а! А-а-а! Офигеть! Ха-ха-ха-ха! Реально! Господи! Ну а вообще, по всей территории мы им поставили 6 МВК-шкафов. И не нужно быть математиком, чтобы понять, в какой они были задницы. Им нужно было бы на это потратить 50 сишек. Мы настолько сильно их запугали, что выходить со своей территории они не собирались. Они сидели и только стреляли с крыши. Но я был безумно доволен тем, что мы захватили этот карьер. Но это было только начало наших коварных делишек. Впереди нас ждал план Биг Йоньк. Теперь мы и позабыли, что такое проблемы с МВК. За одну бочку мы получали 50 единиц. И находясь на этой территории, мы увидели с Илюхой, что активности на их базе нет. Это был шанс прорвать их оборону. Смотри, они везде ветряки хотят по кругу ставить. На самом деле мы можем рискнуть и сейчас полететь к ним на крышу. Только в начале надо ПВО разбить. Наступает рассвет. Я крафчу побольше скоростных ракет и отправляюсь к их базе. Мне нужно было прорвать их защиту в виде турелей. О, хилочки. Кайф. Одна минус. На такую территорию всего четыре турели или сколько у них стоит? Серьезно? Блин, не четыре турели, а походу немножко на карпу. Я вижу спящего уже. Тут просто тьма ящиков, Илья! Да? Мужик, я иду. Тебе через забор перелазить. Минус все турели. Я прыгаю вниз. Давай, давай. Ты уверен, что мы хотим это увидеть? Мы хотим это увидеть. Тут еще есть турели. Я хочу в них смотреть. Я хочу в них смотреть. А тут турели мешают. Ахахаха! Ахахаха! Тут камень, тут турелей много. Тут угля ящик. Хилок миллион. Мужик, что это такое? Топливо. Трубы. Патроны. Посмотри на компоненты. Посмотри на компоненты. Тыква, тыква. Ахахаха! А тут ракет сейчас не будет? Пару ящиков, пожалуйста. Ахаха! Блин, ну ящика ракет здесь нет. Это чисто скидочная. У них открыто все! Что? Ты шутишь? Ты шутишь? Мужик! Делай. Я ХЗ. Опасно, опасно. Я внутри. Хорош! Хорош! Откуда она стреляет? Справа в воде, я не знаю. Ее надо разбивать, чтобы она не руинила. Илья! Чувак! Чувак! Охренеть! Что это такое? Илья, у них все открыто! Мужик! Что это такое? А что тут пусто? Они подеспавнили все что ли? Я думаю, у них сверху тоже очень много всего. Блин, а там тоже все закрыто, видишь? А вдруг сверху все открыто будет? Опа! Подъем наверх, подожди. Что это за дом? Сверху open core, походу. Я не уверен. Тут закрыто. И тут закрыто. Мне кажется, лутовая у них сверху, вон там. Две ракеты тут. Еще пять дизеля. Еще двадцать дизеля! Чувак, мы богаты. Короче говоря, у них столько было много лута, что в первую ходку я просто не знал, что отсюда забирать. Я думаю, мясо мне не надо с тыквой. Что, мне уходить отсюда как-то? Я не знал, когда они вернутся и когда они зайдут. Поэтому действовать нужно было быстро. И сейвить максимально много ресурсов. Ведь если бы я не засейвил хотя бы МВК, это было бы печально. Я на колючку сяду. Нам нужны разрывные люха. Ох, и как же нас выручала кибитка, в которой было очень много места. Все эти дни мы с тобой страдали. Все эти дни, чтобы прийти к этому моменту. Мы их мало того, что задизморалили. У нас есть шанс добить их окончательно. И надо действовать, потому что, ну, это четвертый день вайпа, да? Я уничтожаю ПВО, чтобы оно нас никаким образом не сбило. И мы с Илюхой уже вместе залетаем на территорию. И именно сейчас у Ильи отваливается клавиатура, и он начинает выпадать из коптера. Мы садимся прямиком на ящики и начинаем плотно их облутывать, забирая все драгоценные ресурсы. И пока Илюха лутался, меня не отпускала эта база. Я пытался в ней обнаружить, где находятся ящики. И в какой-то момент я нахожу какую-то странную лазейку, и она меня приводит сюда. Чувак! Чувак, я нашел проход, Илья! Да ну нафиг! Илья, смотри! Я бегу, 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 что там? Тут опенкор, Илья, нафиг! Тут все открыто, походу! А как тебе попасть, брат? Я боевую ракету только что просрал. Как тебе пройти? Через люк, через люк, дай я турель бахну и скажу тебе, как попасть. Минус турель! Я бегу. Ты нашел? Вот, 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 вот! Да, да, да. Иди сюда! Аккуратно! Тут турелей, тут турелей много, много турелей, много, 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 много. И в этот момент наши планы резко меняются. Мы быстро улетаем домой, чтобы докрафтить скоростные ракеты и пробахать все турели, которые нам мешали. Ведь отсчет был не на часы, а на секунды. Чисто случайно мы даже по своей неосторожности разбиваем коптер, который выжигает слиперов. А это означало одно, что времени остается все меньше и меньше. Если у них был подключен раз плюс, то они точно увидели, что их убили. Мы разбивали с ним турель за турелью и прорывали оборону. Ведь мы знали, что ящики с лутом уже совсем близко. Минус. Напрягает то, что тут все пусто как будто. О, есть, есть, есть! Топлива много! Я за хилками пошел вниз. Минус. Еще одна, еще одна. Я валяюсь, 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 валяюсь. Я порох нашел, Илья. Да? Где? Покажи, покажи, да, да, да. Я чуть-чуть нашел, я чуть-чуть нашел. Я докрафчиваю, я докрафчиваю ракеты. Ты видел металла сколько? Сера! Ты видел МБК сколько? Сера! 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 Посмотри! Смотри, правый и нижний, правый и нижний, правый и нижний! Боже мой, чувак, что это такое? Турель, аккуратно там турель, я его не ломал. Пожалуйста, Дима, отойди. Сейчас, 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 сейчас. Я разрыву поставил на крафт. Илья, пожалуйста, хочу ракеты, хочу ракеты. О, я сверху бегаю, слышишь? Тут можно было турели выкручить, Илья. Оооо. Что, серьезно? Все это время мы могли просто турели выкручить. Уже в их лутовой, я докрафчиваю экспу, чтобы дорейдить последние гаражки. Я надеялся найти у них здесь ракеты. И то, что было в этих ящиках, кроме как безумием, не назвать. Тут броня, тут очень много брони. Последняя гаражка осталась. Где, 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 где? О, пожалуйста, дай нам, бог Раста, дай нам взрывчатку. Илья, они или все задеспавнили, или просто в тильте ливнули, Илья. Или просто в тильте ливнули, потому что у них больше нет ресур. Илья, что ты наделал? Ты зачем над ними так издевался в этом вайпе? В каждом ящике мы раскидали у них небольшие подарки. И перевезли домой весь их основной лут. И лута было настолько много, что я даже не знал, куда его складывать. Офигеть. У меня столько места нету в ящиках. А потом началось самое забавное. Мы начали раскидывать по всем ящикам записки. Your best friend, Сники. Короче, спасибо за лут. Сники очень счастлив. Если ты хочешь вернуть этот лут, идите в пещеру на P6. Только в онлайне, или я задеспавню. С любовью, ваш лучший друг Сники. Пойдет? Это просто топ. Надо в каждую ящик положить, чтобы они увидели 100%. Все, дублируем просто. С кайфом. Записки мы им раскидали по всем ящикам блутовых. Кайф. И нам оставалось всего лишь дождаться, когда они зайдут. И вы не поверите, спустя 20 минут заходят они. Ты думаешь, он уже все подсейвил? Конечно, мужик. Что, я же говорил, времени мало, я уже утро. Ну я полетел к нему в наглую на крышу. Эй, what's up? What's up, boy? Я его убил. Угу. Угу. Я спускаюсь вниз. Тут все открыто. Я блутовой. Но я не пойму, где он. Он то ли сверху, то ли снизу меня. Сверху он быть не может, значит он где-то здесь. Он умер. Хорош. Не забывай, что у меня кровати наверху. Да, и он может меня закрыть. Я всасываю весь металл, который у них был, серу и топливо, которое у них оставалось. И теперь мне нужно было отсюда сваливать. Убил дважды. И иногда мне казалось, что в их доме я чувствую себя гораздо лучше, чем игроки, которые в нём жили целый вайт. Я уже практически знал все лазейки, которые у них были. Нашёл его кровать! Сникивин, сникивин, сникивин. я могу тебя забрать у них когда нас палка я разбил не в кровати я домой отлечу все за сейвли и прилечу он турели включил все гг я ему дал много а я умер я ему дал много очень easy peasy lemon squeezy man easy peasy from sneaky hello hello он очень расстроен ладно пусть нас наслаждаются мы будем своими делами заниматься ох как же у них прибавилось работы левать они не собирались они поставили себе цель мою пещерку и я их хотел встретить с хлебом и солью ах да самое ценное что я забрал с той территории это фоточки которые я повесил у себя в галерее вы посмотрите на эту красоту они из такого маленького домика превратили в такой такой гигантский дом офигеть просто а нет это они зарейдили и показали что зарейдили типа фотка на память ведь следующий владелец этой прекрасной базы должен был знать историю пещеры сокровищ а вы еще могли заметить вся пещера превратилась полностью в мвк здесь не было ни одной стенки которая была бы каменной кроме этой которую вы видите сверху и сейчас вы можете меня спросить зачем магазины в пещере они нужны мне были для того чтобы выложить все ресурсики которые я наворвал у них и чтобы они видели кто именно это сделал как назвать магаз как мы назовем его за кинг слышишь некий за кинг все на ссоры и сейчас все на сервере видели залежи моей пещеры сокровищ и я был уверен что кто-нибудь да придет меня рейдить следующий день у меня начался с тревожных новостей и люха все утром не названием клан 1453 был полностью в сборе и они собирались нас рейдить они меня убивают и судя по всему они взорвали уже забор я появляюсь в доме и слышу очень много шагов монолог Muh separate мвк мвк что ты меня разбил только я тебя это мвк Nai inst perish ту р laisser 15 в И именно сейчас я понял, что кажется, им эта вышка не совсем понравилась. Они выселяют пустую кибу. И как же было весело за этим наблюдать. Ведь мы еще вчера ночью перенесли с этой вышки абсолютно все ресурсы. Честно говоря, я даже не знаю, сколько ракет и сишек они в нее вбухали. Но она посыпалась напрочь. Сколько они ракет запускают нафиг? Уже смысла, наверное, в бункере вставать нет. Что они делают? Я дождусь, когда они уйдут, короче. Как только они уходят с этой кибитки, я резко просыпаюсь и застраиваю ее. Может, они придут в пещеру все-таки рейдить? Именно сейчас я предсказал дальнейшие их действия. Я просыпаюсь дома и слышу взрывы сишек. Они шкаф бахают. Или стенку. Они, наверное, кибитку хотят поставить. Они сломали коптер? Будут, будут, да. Они взорвали шкаф. Какие их действия? Дальнейшие сусы? Они еще один шкаф взрывают. Они шкафы ставят. Они по-любому поставят сюда кибитку? И после того, как они прорвали первую оборону, они отступают и бегут домой. Я начинаю подозревать, что они бегут домой за дополнительной взрывчаткой, чтобы начать взрывать мою пещеру. И начинаю максимально быстро готовить оборону, ведь я рассчитывал, но очень долгий замес. Расставляю везде тактические турели, которые изначально должны были быть закрытыми. Интересно, она будет стрелять? Стреляет. Офигеть имба, слышишь, она до пещеры стреляет. И все оставшееся время я ждал, когда же они придут меня рейдить. Целый час я сидел на камерах, но так никто и не пришел. Тогда я появляюсь возле их территории, чтобы посмотреть, чем они занимаются. И узнаю очень важную информацию. Клан 1453 просто ливнул с этого сервера. И полностью отдали свою территорию каким-то своим соседям. Их друзья мне сказали, что они ливнули не потому, что я их достал, а потому, что у них была якобы работа. И тут я решил провести свое собственное расследование. Я нахожу одного из них в стиме. Как вы можете заметить, приписки клана ни у кого уже нет. Через него в друзьях нахожу второй аккаунт. И смотрите, он сейчас играет в Rust. И ни у кого нет приписки. Они даже почистили ники. Ну а вот вам еще одно подтверждение. После лонга он сразу отправился на другие сервера. И как-то знаете, байка о том, что у них появилась работа внезапно, после того, как они целых 5 дней онлайн или 24 на 7, осталась всего лишь байкой. Тем более, как может работать человек, который за 2 недели наигрывает 340 часов. Даже я столько не наигрываю. И прождав еще около 10 часов на сервере, мою пещеру так никто и не пришел рейдить. Тогда я принимаю решение, создать из своей пещеры игру на выживание. И подарить ее кому-нибудь, кто выиграет. Вы помните о низколетящем вертолете и про дождик, который я вам говорил? Вот сейчас все это будет. А испытания начинались прямиком сверху. Первая стадия называлась «Дождь из мужиков». Смысл в чем? Сюда должно было прыгать одновременно огромное количество игроков. А кто выживал, тот отправлялся дальше. Ну в общем, сейчас вы все увидите. Что я тут разглагольствую? А я за всем наблюдал на камерах. Вы посмотрите на схему подключения. Это же просто жуть. И как вы видите, желающих забрать пещеру с сокровищами было очень много. В сумме там лежало больше 6000 МВК. Все, вот тут стойте. Я сейчас дам команду. Вот, я просто сейчас дам команду, пока не прыгайте. Не прыгайте. Сейчас я прыгну, и вы не прыгайте. Смотри, или я тебя включу, подожди, Лямку. Готов? Все, готовы? Давайте, раз, два, три. Понеслась, ребят. Понеслась. Дождь с мужиком. Аллилуйя, дождь с мужиком. Вот это прикол. Слышь, выжил один. Второй выжил. О, это будет быстро. Третий, четвертый, пятый. Они под... О, пробежал, нет? О, пробежал, Суси. Он сдох. Ну, пробежал, да, на спальне. Не толкайтесь, не толкайтесь, не толкайтесь. Право, справа, что ли? А тут нереально, Суси. Тут нереально его пройти. Ты чего орешь, давай? Так откинуло. Вперед, навались. Быстрее пойдемте. Слышь, это... Это вообще бесшансовый... Это бесшансовый гантрап стоит. Но самым забавным было смотреть, как щелики пытаются спрыгнуть вниз. И, кстати, некоторые из них умирали от ведра. Ты видел, сколько там трупов в пещере? Там шоу-дэнсит, слышишь? Смотри, как... Смотри, что с его лицом, чувак! Смотри, что с лицом послели. Короче говоря, ивент длился около 15 минут. И, наконец-то, ребята смогли пробежать внутрь. И тут началась лютейшая заруба за сокровища. Ведь пароль лежал в самом верху возле шкафчика. А все остальные ребята должны были друг друга убить, ведь победитель был всего лишь один. Поднимите. Он с Томпсоном. Я пробежал, пацаны, меня убили просто. А, он сами как-то лучше убивает. О, их двое тут. Все, шкаф нашли. Шкаф нашли. Скажи победителю помахать в камеру. Расставаться с этой пещерой и со всей этой историей было очень тоскливо. Но мы сделали это красиво. И я искренне надеюсь, что этот ролик вам понравился, и он заслуживает 200 тысяч лайков. Потому что я потел над созданием его больше трех недель. И, конечно же, я не мог не сказать огромное спасибо Илюхе. Он очень сильно помог мне сделать этот видос. Не поскупитесь, ребят. Чисто от всей души передавайте Илюхе привет. Я ссылку на его канал оставлю в описании. Тем более, на его канале скоро выйдет тоже подобная история, только от его лица и с другими участниками видоса. И если вы досматриваете видос до этого момента, я просто хочу вам пожелать здоровья. Вы огромные молодцы. Спасибо вам за поддержку. Знаете, я бы тоже хотел, чтобы этот ролик не заканчивался. Но все хорошее когда-то подходит к концу. Ну и, конечно же, приходите ко мне на стримы. Там мы сможем пообщаться с вами в онлайне. Ну а я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем ролике. А всем, кому я интересен как личность, переходите в мой телеграм. Я там с вами стабильно общаюсь. Офигеть, вся эта огромная махина сгнила. Даже как-то посвободнее стало. И только забор остался, который мы укрепили своими шкафами. Хм.